Вопрос непогашенного кредита У меня тоже есть ребенок. Многие не могут себе позволить выплачивать кредит. Но для них нет никаких скидок. Например, если человек не погасил кредит в этом месяце, в следующем месяце сумма увеличивается. Пытаясь расплатиться с долгом, он берет займы везде, где может. Берет кредиты в другом банке. Вот так и расплачивается. Сейчас у каждого человека по 3-4 кредита. Сложное положение – все упирается в деньги. Граждане могут подать заявление о банкротстве через портал электронного правительства в Центре обслуживания населения или в Управлении государственных доходов, начиная с марта. Для подачи заявления нужно только взять удостоверение личности. Однако гражданину, объявившему себя банкротом, не выдается кредит в течение пяти лет и три года ведется контроль за имуществом, зарегистрированным на его имя. Чтобы подать заявление, нужно также соответствовать специальным требованиям. Данная процедура проводится по трем направлениям – внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности граждан. Физическое лицо, признавшее себя банкротом по внесудебному банкротству, осуществляемому органами государственных доходов, может подать заявление в банке второго уровня при наличии задолженности перед микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами на сумму не более 5,5 миллионов тенге. Многие граждане поддержали этот проект и призывали кредит простить. Но есть среди жителей Шимкента и те, кто считает, что каждый должник обязан выплатить свой кредит. Они считают, что государству нецелесообразно быть столь расточительным. Я считаю, прощать кредиты – это слишком великодушно. Такие невостребованные суммы отразятся на общем состоянии нашей экономики и нанесет бюджет убыток. Мне кажется, что каждый, кто берет кредит, должен просчитывать, как он его сможет закрыть. Это, конечно, здорово, раз и кто-то за тебя заплатил кредит. Но если ты взял долг, должен самого погасить. Если у тебя есть руки, здоровье, можно понемногу заработать и расплатиться с кредитом. У меня самого есть пара кредитов, и я сам за них плачу. Первое условие участия в данном проекте – наличие долга на сумму не более 5,5 миллионов тенге. Второе важное условие – отсутствие недвижимости у заявителя. В этом проекте могут принять участие и семьи, получающие адресную социальную помощь.